Будем этот вопрос дальше решать, поэтому я хочу сказать вам, что границы города мы утвердили на сессии городского совета, районного совета. И сейчас отправили, ее должны утвердить в сессии областного совета, потом на Верховную Раду. И тогда уже у нас будут утверждены границы города, и тогда мы сможем тратить деньги в любом участке города, который находится в нашей границе. Сегодня, 10 сентября, я решил отчитаться перед жителями города о проделанной работе за 10 месяцев. Наскопилось очень много по всем направлениям, но нам удалось за это короткое время сделать очень много для города. Это и дороги, это и тротуары, это и крыши внутриэтажных домов, внутридомовые сети, воды и канализации. Одна из самых больших проблем в городе – это работа депутатского корпуса. Служилась ситуация, когда депутаты оппозиционного блока, некоторые депутаты БУВП срывают работы сессии и мотивируют тем, вроде бы, якобы незаконными действиями городского головы, то бишь меня. Но когда на последней состоящейся сессии мы решили обсудить ряд их проблем, то есть тех проблем, которые они предоставляют, говорят, что я забыл в справедении закона, я четко, придерживаясь буквы закона, объяснил свои действия. И было видно, что люди обманом хотели обмануть депутатов, и были представители общественности, и они вышли, потому что нечего было им сказать по этому поводу. Поэтому назовела такая ситуация, что и сейчас уже даже закидывая какие-то неправдоподобные обвинения в мою сторону, депутаты ходят, эти же депутаты ходят и собирают списки депутатов, списки депутатов, подписи депутатов, которые бы с целью сорвать неочередную сессию, которая назначена на 13 число. Я считаю, что депутат должен работать в Раде и должен своим поднятием руки и своим голосом решать все вопросы. Если какой-то вопрос не решается, так записано и в законе Украины о местном самоуправлении, что депутат должен, если его права нарушаются, или права его избирателей нарушаются, он должен, значит, это все дать в письменном виде. Если же органы местного самоуправления этот вопрос не решают, тогда он может обращаться дальше в правоохранительные органы. Но наши депутаты, они приняли немножко другой метод работы. Они сейчас закидывают все правоохранительные органы разного рода заявлениями в отношении меня и моих сотрудников, чем самым, значит, дестабилизируют работу городского совета. Как пример, в один день у меня были и работники СБУ, работники милиции, прокуратуры. В прокуратуре не было, были запросы с прокуратуры. И это очень мешает работать. Я мэр, не кабинетный мэр, я мэр-хозяйственник, поэтому мне важно, чтобы в городе решались все насущные проблемы. И вот это вот отписки от правоохранительных органов, подходы в суды, это очень отвлекает и не дает работать на благо города. Вы можете пойти и задать вопрос. Кстати, можно действительно пойти, сейчас, наверное, пока вам там идете. Потом я вам дам надежды на камеру. Почему закрыто? Ну, выходной день, откуда я знаю, что закрыто. Выходной день же сегодня. Заявки не было в районной совете. А точно не было? Ну, не знаю, он говорит, что договаривался. Я не видел заявку. Надо было резолюцию поставить, что он договаривал. Да, потому что вдруг сегодня какое-то мероприятие, или куда-то они уехали, это все может быть. Сегодня у нас мероприятие в прямой балке в Спартакеаду. Поэтому... Ну, ясно, кто против. Накалять обстановку мы не будем. Я уверена, что городской голова всегда готов дать отчет перед жителями города. Так же самое здесь, вы видите, находится секретарь городского совета Дина Георгиевна Тарсукова. Находится депутат, мы показываем на камеру. Вот тоже депутаты. Вот на камеру все снимают, показывают. А что на камеру? У меня камера или... Нет, мы видим люди, что люди, мы готовы к тому, чтобы общаться. Нет, под крышей, без крышей, свежий воздух, поэтому, в принципе... Я могу принести извинения своих поднимения советов. Сосады домов мы сделали мелким ремонтом много домов, а конкретно сделали это Калмыково 11, 12, 13. 12 и 13 закончены, 11 на стадии окончания. Много было сделано внутридомовых сетей, воды и канализации. Капитальным ремонтом было сделано 9 многоэтажных домов. Смотреть куда. А здоровье людей, это первая очередь, мы все пьем воду, и, естественно, по воде вся эта зараза идет. Также я и городской совет, мы участвуем в конкурсе фонда Ганса Зайдоля. Это немецкий фонд на привлечение инвестиций в городской совет. Мы сделали инвестиционную программу. Вот я присутствовал там из 52 городов, мы вошли в 26 лучших. Потом мы сделали инвестиционную программу, мы вошли в тройку лучших. И вот сейчас где-то 15-16 уже приглашают, мы будем защищать нашу инвестиционную программу. Значит, закатывали возле площади асфальтом. И женщина проходит и говорит, что после праздников тоже что-то будете делать? Я говорю, конечно, это же запланировано, и дальше праздник закончился, жизнь продолжается. Поэтому мы будем дальше работать по намеченному плану. Планы есть, деньги в городе есть, поступают хорошо. Поэтому будем делать все, чтобы наш город преобразился. Зовут меня Живор Анатолий Валерьевич. Я голова громадской организации воинов АТО «Патриот» в Арцисском районе. Участник АТО с 2014-2015 годов ОБПК «Измаил». В настоящий момент принимаем активное участие, насколько это возможно, в жизни города. Что люди, которых не только в Арцисе у нас много, и по всей Украине, которым всегда лучше, когда хуже. Это не будем перечислять, мы все знаем, что это за политические партии, что это за люди. Это люди, которые откровенно призывали в свое время, в 2014 году, по самому началу, в открытую федерализацию, сепаратизму и всему остальному. Для которых важнее, будем говорить так, даже не столько тяжело назвать, кто они, маргиналы, отщепенцы или кто. Потому что иначе так не любить свою родину, свой город, может, я не знаю, это даже не граждане нашей страны и нашего города. Поэтому хочется высказать все-таки, если в чем-то мэр и виноват, вот как сейчас идет. Мы же все понимаем, что сегодня идет борьба между двумя людьми, которые пытаются установить влияние над городом, над районом, да и, наверное, у нас в регионе. А люди при этом не должны страдать. Они, мне кажется, на сегодняшний день в условиях войны, в условиях такой мышной агрессии, испытаний и вызовов перед всем нашим обществом, все должны объединиться, сплотиться и понять, кто мы, что мы, зачем мы и для чего мы живем, и зачем мы пришли в этот мир. Зачем мы нужны? Каждый должен чувствовать себя человеком не только, что ему кто-то обязан, кто-то должен. Что ты сделал сегодня для страны, для общества, для человека? Начни с себя, и тогда поймешь, кто ты, дед. Вот так. Все, что делается у нас в городе, если мэр в чем-то виновен, значит, для этого есть. Надо создать депутатскую комиссию, все, громадское. Как сегодня мы видим и слышим о его отчетах, сколько сделано, а это сделано еще за неполный год работой. Сегодня город чист, работы идут, вся коммуналка работает, все, все сделать невозможно с вас. Но к этому надо стремиться, и мы по возможности, конечно, всегда ему поможем. Будет виноват, будет наказан. А пока, мне кажется, надо только подставить ему плечо, указать на недолик, или просто помочь, и быть человеком, и любить свою страну и город. Вот и все. Все, что могу сказать. Меня зовут Буркут Евгений Анатольевич, я патриот Украины, волонтер города Арцизы. Хочу сказать, я, конечно, мэра на сегодняшний день по его результатам сильно, чтобы его так хвалить нельзя, потому что человек, когда его сильно хвалишь, он расслабляется. Ну, мы его стараемся держать и направлять, потому что за то время, которое сделал на сегодняшний день мэр, и может быть, не сказать там мэр, а его команда, а может и не команда, а весь депутатский корпус сегодня в Арцизе, результаты видно невооруженным лазом. Потому что сегодня в Арцизе 25 лет ничего не делалось, и кто бы сказал, какой бы город прославился на Украине, вместо бывшего памятника Ленина, площади Ленина. Сегодня в Арцизе появилась просто Соборная площадь, и Арциз стал не селом, а чисто городом. У нас в городе произошло очень много перемен после последних выборов. В первую очередь город благоустроился очень сильно, у нас было 20 лет, провели праздник. Это, конечно, безусловно заслуга городского совета. Ну, вот мы немножко так были на сессии, посмотрели, знаете, интересно получается. Те депутаты, которые были раньше, работали в городском совете, занимали серьезные должности. Я, юристов, замов, они ничего не делали. У нас в городе ничего не менялось, у нас не было освещения, кроме центральной улицы, открытые люки, ну, в общем, масса проблем. И почему-то они сейчас больше всех обращаются. Сегодня они просто депутаты, они не занимают никакого везде, в честь не проходит бюджетные деньги, они блокируют сессии, они еще много размещаются. Но мне интересно, почему. Вместо того, чтобы объединиться и что-то сделать, ну, мне кажется, что единственный выход в этой ситуации, это объединиться ради самих себя, мы же здесь живем, это наш город. Но, к сожалению, мы как общественность обращаемся ко всем нашим депутатам, которым неинтересно, чтобы что-то в нашем городе происходило в лучшую сторону. Пора подумать о народе, о людях, которые все-таки уже устали от грязи, от несправедливости, от того, что очень мало внимания уделяется детям нашим, старикам. Уже пора строить Украину ту, которую мы хотим построить. И чтобы это была достойная Украина, и начать надо с нашего дома, со своей семьи, со своей квартирой, со своего дома. А в целом масштабе, это получается, наша улица, это получается, наш родной город. Надеюсь, что нас услышат и двигают в лучшую сторону все-таки. Что вы хотите?